Переносимся в Санкт-Морицу, 16 января 2021 года, где стартовало марафонское движение Висмасский классик с гонкой Ладья Ганелла на 60 километров. Погода на день гонки выдалась очень морозная, средняя температура воздуха минус 22 градуса, что вполне вписывалось в регламент марафонской серии, так как если температура была ниже 25, гонку бы отменили. Организаторы перед гонкой рекомендовали спортсменам хорошо утеплиться, но впоследствии, как оказалось, были допущены некоторые ошибки, но о них чуть позже. А сейчас стартуют женщины. От команды «Русская зима» в синих комбезах с гжельными белыми узорами бежит Ольга Царева, Анастасия Рыгалина и Анастасия Власова. Обратите внимание, на некоторых лыжницах есть утепленные жилеты, скрывающие их номер. Из-за морозной погоды это было разрешено сделать. Правда, не все, как выяснилось, утеплились достаточно хорошо. Отрезок 2,5 километра. Образовалась лидирующая группа. Несколько спортсменок уже отстали. Россиянки в синих комбезах. Все трое находятся в лидирующей группе. И даже на этом участке Ольга Царева под 523 номером выходит на вторую позицию за зеленомаячницей Линой Коржгрен. На пятом километре Царева задает темп забегу. Остальные россиянки ушли глубже в пилотон. Мужчины стартуют только через полчаса после старта женщин. Поэтому переносимся в стартовый городок, где готовятся мужчины уйти в эту непростую гонку. Стартуют мужчины. Из россиян сегодня бегут следующие спортсмены. Ермил Вокуев, Алексей Двоскин, Максим Валикжанин и Дмитрий Баграшов. А теперь поговорим, что же было не так в этом забеге. Во-первых, это высота. Трасса расположена на высоте 1 километр и 800 метров над уровнем моря. А это значит мороз ощущается еще сильнее. Плюс ветра, которые значительно влияют на охлаждение организма. Второй фактор – это протяженность трассы, на которой были участки, где температура воздуха понижалась до 28 градусов ниже нуля. А это уже очень существенно. Также есть еще и третий фактор, связанный непосредственно со спецификой лыжных гонок. На нем поговорим попозже. А сейчас гонка, что мужская, что женская в полном разгаре. 12 километров проходят девушки. Видим, что Царева тащит за собой основной пилотон. На лице у Ольги спортивный тейп. Или, как его еще называют, пластырь. Такой тейп хорошо защищает лицо от холодного ветра и мороза. Русским лыжникам не привыкать к холодам, поэтому и швейцарский мороз им не страшен. У мужчин на пятом километре делает попытку отрыва от основной группы 17 номер Олимпийский чемпион Солт Лайк Сити Андерс Окланд. 48 лет норвежскому ветерану лыжных гонок. Довольно прилично ему удалось оторваться. Посмотрим, сможет ли он сохранить этот просвет. На 16-м километре у женщин розыгрыш спринтерских очков. Промежуточный финиш. Темп гонки ускоряется. Вперед вышли одни из лидеров. Желтая майка Норгрен и розовая майка Ида Даль. Но подождите, из-за спины на них накатывают Коржгрен и Ларсен. В итоге максимальные очки у Ени Ларсен. Лина Коржгрен вторая, Брита Норгрен только третья. Россияных впереди уже не видно. Все они находятся за десяткой сильнейших. 15-е, 16-е и 17-е позиции у представительниц команды «Русская зима». А у мужчин тем временем на 11-м километре продолжает лидировать Окланд. Больше 5-ти километров норвежец сохраняет отрыв от своих соперников. Посмотрим, сможет ли он удержать свое преимущество до спринтерских разборок. Скорее всего нет, и на норвежца пилотон должен накатить. Но наблюдаем, что остается 2,5 километра до спринтерской отсечки. А пилотон к Окланду не приближается. И шансы норвежца забрать максимальные спринтерские очки без разборок на финише очень сильно возрастают. У женщин на 20-м километре разомайчница Ида Даль, по примеру Андерса Окланда, убегает от головной группы лыжниц. Это тоже интересная история намечается. Тем временем Окланд все же удержался на первой позиции. И без борьбы, как планировал, забирает максимальные спринтерские баллы в свой актив. В разборках за второе и третье место лучшими оказались россияне. Алексей Двозкин второй. Максим Валикжанин выцарапывает третью позицию. На 16 секунд отстают ближайшие преследователи от лидера забега. Посмотрим, замахнется ли Окланд на вторую спринтерскую отсечку. Гонка, несмотря на жуткий мороз, выдается очень интересной. Но все же минусовая температура делает свое коварное дело. И постепенно у лыжников начинают подмерзать малоподвижные части тела. Это пальцы на ногах, а также кончики пальцев на руках. Как раз это и есть третий фактор. Спортсмены чувствуют легкое покалывание в пальцах. Пока не критично, но на самом деле процесс обморожения запущен. А сейчас смотрим спринтерские разборки на второй отсечке у женщин. Активно старается сокращать разрыв от убежавшей заранее Иды Даль и Ени Ларсон. И получается у нее вплотную подойти к розомайчнице, лидеру молодежного зачета. Но Даль не сдается, ускоряется и не дает себя обогнать. Максимальные очки у Иды Даль. Ени Ларсон вторая. Третье место без борьбы занимает Брита Норгрен. К сожалению, отставание российских девушек к этому моменту становится больше минуты. Изменилась ситуация у мужчин. Все же Окленда пилотон смог догнать до спринтерской отсечки. Примерно это произошло на 23-м километре. Приближаются спортсмены к промежуточному второму спринтерскому финишу. И Окленд вновь выходит на первой позиции. Делает несколько мощных отталкиваний, обозначая свое лидерство. Удалось даже Окленду отъехать, но за ним прицепился в клетчатой майке Мортон Эйде Педерсон. Лидер горного зачета прошлого сезона. Разборки за спринтерские очки в самом разгаре. Нагоняет пилотон первую двойку. А рядом с ними можете наблюдать паренька, который по параллельной коньковой лыжне раскатывает свободным стилем. И в непосредственной близости наблюдает за разборками марафонцев. За несколько метров до отсечки вырывается вперед Эмил Персон и отмечается первым на втором спринтерском финише. Молодой 48-летний норвежский спринтер на этом участке второй. Педерсон третий. Ермил Вокуев становится здесь четвертым. Максим Валикжанин восьмой. А у женщин Ени Ларсон вышла в единоличные лидеры и привозит второму месту больше полуминуты. Гонка подошла к своему экватору. И начинают сходить с трассы спортсмены с явными признаками обморожения. Вот так прокомментировал свое обморожение немецкий лыжник от Тиллингер. Я завершил марафон примерно на середине дистанции. Потому что замерз и практически ничего не видел. Но в руках не чувствовал боли. А когда коснулся одной рукой другой руки, то понял, что она просто каменная. Как будто бы был лыжник трогаешь. И рука была полностью белая. Тогда я понял, что произошло что-то страшное. Вот в чем опасность. Когда ты чувствуешь боль, то можешь сразу принять меры. Но здесь ничего не было. Поэтому в таких ситуациях нужна помощь организаторов, чтобы мы знали свой лимит. Слова немецкого спортсмена очень точно объясняют коварность обморожения. На определенной стадии обморожения спортсмен просто теряет чувствительность и продолжает работать по дистанции, причиняя себе еще больше вред, не понимая, что еще больше замерзает. Так что эта гонка становится одной из самых опасных в серии ски классикс. Тем временем, мужчин седьмой номер, швед Оскар Кардин, убегает в отрыв. Сегодня представители команды Рагдиендом частенько дергают группу, что Окланд, что теперь Кардин. Помимо мороза, есть в Швейцарии и опасность схода лавин. А вот небольшой сход лавины можно наблюдать прямо по ходу гонки. Хорошо, что там трасса не проходит. И эта лавина сошла в стороне. Из-за этого, кстати, и сократили трассу на 5 километров. Убрали из нее участки, близкие к таким возможным сходам. А в забегах лидеры, что у женщин ей не Ларсон, что у мужчин Оскар Кардин, только и увеличивают свое преимущество над своими соперниками. На отрезке 39,4 ближайшие преследовательницы Ларсон проигрывают ей почти 2 минуты. В этой тройке Кошгрен, Даль и Флеттен. А это на той же отсечке с отставанием более 4 минут вторая группа преследовательниц, где бежит лидер прошлого сезона Брита Норгрен. И тут же эту группу догнал Оскар Кардин, лидер мужского забега. Около полутора минут отставания мужской группы погони, в числе которых находятся и Макс Валикжанин и Ермил Вукуев. 15 километров до финиша, преимущество Кардина возрастает до 2 минут. Вукуев и Валикжанин работают в головке группы догоняющих. У женщин наблюдаем за 14 километров до конца гонки, как работает ей не Ларсон. Она еще добавила, и теперь везет своим соперницам около 3 минут. Большие разрывы, но на марафонах это нормальное явление. На 50-м километре встретились два лидера мужского и женского забега. Кардин догоняет Ларсон. Далее ее обходит и уезжает вперед. Ларсон, конечно, тяжело цепляться за Кардином. А за 9 километров до финиша встретились две группы преследования, женская и мужская. Темп здесь не такой высокий, как у лидеров. Радует, что Валикжанин и Вукуев по-прежнему в борьбе, а она будет уж точно за второе и третье место. И самые интересные разборки начинаются за 2 километра до финиша. Темп резко возрастает, 5 спортсменов уезжает от остальных. К сожалению, в числе их нет россиян. Россия не во второй образовавшейся группе погони. Необходимо, конечно, перестраиваться в первую группу, чтобы рассчитывать на подиум. Подъем некоторые спортсмены даже переходят на елочку. Валикжанин смог подтянуться к первой пятерке. Валикжанин также поблизости. На спусковой части группа растянулась. Лидирует норвежец Гюардален. Россияне все же отстают и не поучаствуют, очевидно, в разборках за второе и третье место. А мы переносимся на финиш. Оскар Кардин, убежавший в отрыв, побеждает в такой тяжелой и морозной гонке Ла Диаганелла. А вот разборки за вторую и третью позиции. Гюардален старается выиграть, но все же на финише его обходит Андреас Нигард. И это второе место. А также Петер Элиасон становится третьим. Торт Асли Гюардален только четвертый. И Армил Вокуев по итогу гонки стал седьмым. Валикжанин завершил гонку на 11 позиции. Результаты остальных россиян на ваших экранах. Ну а это финиш лидера женского забега Йенни Ларсен. Победа с отрывом в стиле Кардина. Классная гонка для молодой шведской спортсменки. А в борьбе за вторую позицию финиш на ускорение принесло Лени Коржгранд второе место. Эмилия Флеттен становится бронзовым призером. Из россиянок лучшей стала Ольга Царева. Одиннадцатое место. Результаты остальных на ваших экранах. Итак, после этой гонки много лыжников и лыжниц обратились в больницу с разными обморожениями. Посмотрите, как выглядит серебряный призер гонки Андреас Негард. Шесть обмороженных пальцев у спортсмена на руках. Также много спортсменов было с обморожениями пальцев ног. Кто-то из марафонцев и вовсе чуть не лишился пальцев. Из-за этого было много претензий у лыжников к организаторам, что не отменили или не перенесли гонку. С этим мнением спортсменов организаторы были не согласны. Директор Ски-классикс Даниэль Нильсон прокомментировал эту ситуацию следующим образом. Правила очень четкие, так что жюри приняло верное решение, когда не стало переносить или отменять гонку. Очень важный момент в том, как команды подготовили форму к этому морозу. Те лыжники, которые хорошо подготовили, в итоге не пострадали. И в какой-то степени Нильсон прав, кто ответственно подготовился к гонке и к сильному морозу провел забег безопасных обморожений. Вот такая морозная гонка получилась в Вейцарии. Оценивайте выпуск и пишите ваше мнение, кто виноват в обморожении спортсменов. Интересно узнать вашу позицию. А на этом все. Берегите себя и спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok